Конкурс Конкурса Конкурс 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 выпуска стал популярным и обсуждаемым. Нам удалось пообщаться с победителями первого сезона конкурса, чья свадьба проходила полностью в традиционном абхазском стиле, начиная от обычаев и заканчивая одеждой жениха и невесты. Интересовало, конечно, каково это, быть первооткрывателями в такой новой для Абхазии идее. Хотелось так, чтобы люди видели, и те, кто участвует, и те, кто принимали участие в смс-голосовании, чтобы они видели, что именно возрождение национальных обычаев и традиций, что это очень красиво. Может быть, это тоже являлось одной из причин тому, что мы решили участвовать. Это какое-то новшество, но такого же не было. Это все говорит о том, что, ну, насколько, наверное, жизнь идет вперед, я не знаю. Еще я думала, что победители или просто участники, они служат примером и, возможно, стимулом для других молодых людей, которые еще не создали свою семью. В беседе не обошлось и без пожеланий нынешним участникам этого конкурса. Я даже больше, наверное, обратился бы к тем людям, которые за них болеют, пускай агитируют, пускай занимаются, друзьям своим говорят, родственникам, пускай голосуют. А в этом могу только удачи пожелать. При поддержке партнеров и спонсоров конкурса участие в нем с каждым годом становится все интереснее для новых пар, так как призы стоят того, чтобы за них побороться. Мы стараемся, чтобы это было доступно для всех желающих. Участие бесплатное. В прошлом году мы дарили поездку на неделю в Турцию победителям. В этом году главный приз – это поездка в отель на Красную Поляну, Соли, Сочи отель на выходные. По принципу все включено, и у всех участников большие ожидания, и они так борются вообще за выход в финал, что конечно, чувствуя эту ответственность, я уверена, что мы сможем их порадовать и в этом году. Ну а кто из пар, участвующих сегодня в этой гонке, окажется на Красной Поляне с отличным настроением и полным пакетом услуг, мы узнаем 14 февраля, когда пройдет подведение итогов финала этого замечательного проекта. Сергей Демьянов специально для информресурса «Сухум.Москва».